Девушки отдыхают Шокирующе! Это было по-настоящему экстремально, как ты нам бы обещал. Центральная Азия ищет таланты. Шоу, которое меняет судьбы людей. В сегодняшнем выпуске дневников Central Asia's Got Talent мы расскажем о пятом эпизоде шоу. Он по праву может считаться самым вокально-танцевальным выпуском. What does the fuck say? What the fuck say? 13-летний Нурали Бейсекожа вышел на сцену с композицией, посвященной Денису Тен. Олимпийскому чемпиону по фигурному катанию, трагически погибшему в 2018 году. Никто не смог сдержать эмоций. Несмотря на возраст, юный композитор уже успел написать 70 произведений и даже сыграл с оркестром. Одаренный мальчик совершенно случайно открыл свой талант, когда первый раз сыграл на фортепиано. Я один с братом остался, и мой брат просто компьютер играет, а я сижу на фортепиано смотрю и начал, как играть. И так, я играл гимн нашего Казахстана, и мой брат посмотрел, и он просто в шоке был. Сейчас Нурали уже не может представить свою жизнь без музыки. Дома он частенько играет вместе со старшим братом Галаматом, который тоже принял участие в шоу «Central Asia's Got Talent». Серьезно! Мы один раз с братом собираемся твердить тело. Я на фортепиано, и он на новом бре. И у него один произведение, он выдал от уголок. И я подумал, и так на фортепиано сел. И это произведение я начал играть. И подумал, так фортклассики тоже хорошо идут. Мы вместе соединились, играли. Нам очень понравилось. Так Галамат подключился к этой идее и начал совершенствовать свой стиль игры на дамбре. И теперь он хочет, чтобы весь мир узнал о казахском народном музыкальном инструменте. Судьи, узнав о том, что эти талантливые музыканты-братья, решили, что в полуфинале они вместе смогут сотворить музыкальный шедевр, дополняя друг друга. И подарили им золотую кнопку. Такого от судей не ожидал никто. Но в шоу «Сентрал Азия Сгот Тэлэнд» возможно все. Выступление казахского дамбриста было зрелищным и энергичным. В полуфинале братьев Бейси Кожа уже ждут команда «Хасак», «Иллюминейтед Шоу», «Жандос Аскар», «Всевала Джавадзаде» и «Чоршанбе Алаватов». Танец – это выражение чувств и эмоций через движение тела. В свои 11 лет Алихан Сулайманов с легкостью может смешивать разные танцевальные стили. Ты готов? Давай мой золотой. Я тебе удачи желаю. Мне нравится соперничество. Я участвую в различных баттлах и в разных международных чемпионатах. Молодой танцор из Кыргызстана приехал на шоу «Только побеждать». Он искренне верит в свой талант и признается, что уже видит себя в следующем туре. В этом шоу я уверен в себе. Потому что я часто взрываю в каких-то мероприятиях, удивляю. Зажигательный танец понравился судьям. Алихан говорит, что это из-за его собственных доработанных движений. Я некоторые сам придумаю, а некоторые смотрю, а потом на свои движения переделываю. В том, что у меня чуть-чуть добавились фишки, и у меня танец чуть-чуть изменился. Желание делать лучше и стремиться к победе привело Алихана в следующий тур. Именно этого он и ожидал. А вот участник из Узбекистана Далер Бегматов волновался перед выступлением. Зарегистрироваться на кастинг Далеру помогла мама. Они вместе отправили заявку, и уже через несколько дней его пригласили на прослушивание в шоу «Central Asia's Got Talent». Я сидела возле мамы, нам позвонили, и мама взяла трубку, и маме говорят, вы прошли кастинг, мы вас поздравляем. И мама так порадовалась, мы так прыгали вместе, улыбались, очень радовались. Далер пришел на шоу с песней из репертуара «Адель». Молодой певец хочет, чтобы его голос услышали все, а с волнением он справился благодаря добродушной атмосфере во время кастинга. Атмосфера чудесная, вообще супер. Когда я зашел в это помещение, я сразу так порадовался, так захотел быстрее выйти на сцену, со всеми подружился, всех обнимал, всем желал удачи. Атмосфера очень классная. Ты молодец, ты большая умничка. Спасибо. Эллергия, ты выступал как уже артист, который несколько лет уже выступает на профессиональной сцене. Молодец. Я тоже говорю, да. Спасибо. И я тебе говорю, да. Спасибо большое. Тебя три, да, Далер. Ты переходишь в следующий тур. Увидимся скоро. Удачи, молодец. Сидуара Фармонова сказала, мне твое выступление очень понравилось. Спасибо тебе. Увидимся в следующем туре. Театр-студия «Подида». Именно так называют себя следующие участники. С 2002 года коллектив – бессменный гость различных мероприятий в Таджикистане. Мы будем в национальных костюмах. Сначала будет национальный танец, потом будет переход на поп-музыку. Кто-то делает акцент на ярких нарядах и необычной хореографии, но «Подида» считает своим талисманом солиста команды. У нас есть самое главное преимущество – это наш Мухаммад, солист, который танцует уже 15 лет. Самое главное наше преимущество – почему? Потому что я уверена, что в Таджикистане он такой один. Как оказалось, Мухаммад попал в коллектив не случайно. Он приехал из другого города. Его там заметил наш уважаемый президент, имам Али Рахмон. И у них состоялся диалог. И Мухаммад сказал, что он очень мечтает переехать в столицу, попасть в наш ансамбль. И наш уважаемый президент имам Али Рахмон ему это организовал 15 лет назад. Когда я приехала сюда с Ташкенда, мама, конечно же, стала кричать, потому что я пришла в эту группу, в мою вторую семью, конечно. Я очень всех люблю. Мухаммад, прям у вас такая энергетика, вы прям на 100% выложились. Спасибо. Молодцы, девочки. Какой танец. Низкий вам поклон. Мы все четверо говорим вам «Да!» Участники следующего танцевального коллектива тоже успели прославиться в своей сфере. В 2014 году танцоры команды «Уил Би» дошли до полуфинала чемпионата мира «World Hip Hop Dance Championship». Сегодня на шоу участвует новое поколение команды, которое так и называется «New Generation». Ребята надеются достигнуть таких же высот, как и их предшественники. Волнуемся, да? Нет, это обязательно. Это как страх. Без страха нет смелости. Ты как бы не сможешь преодолеть все это. Как бы все знаешь, вот все прям хорошо выучил, команду чувствуешь. Но по-любому волнение, автоматически по-любому чувствуешь. Ты же человек, ты же, ты не машина, ты не можешь не волноваться. Этот номер вообще связан с военной тематикой, как бы солдаты, которые танцуют хэп-хоп. И, соответственно, мы оделись как спецназовцы, постарались соответствовать военной тематике. Это очень достойно аплодисментов, ребята. Молодцы. Алло, Диначай говорит вам «да». Бесспорно «да». Увидимся. Сегодня, я говорю, да. Я вам желаю удачи. У вас четыре «да». Спасибо вам. Мы очень довольны с собой тем, что понравились публике жюри. И они нас оценили. Это самое главное. Регги. Именно в этом музыкальном жанре выступили парни из Узбекистана. Даже название для своей группы выбрали характерное. Ямайцы. Вы готовы? Конечно. Зажгем по-ямайски. Скорее всего, нам близко очень по душе культура ростопорянства на Ямайке. То есть их взгляд на мир. Они пропагандируют именно добро, любовь и не зацикливаются на материальных каких-то ценностях. Для них намного важнее духовные ценности, отношения, взаимоотношения людей и так далее. Несмотря на то, что сейчас ребята живут в разных городах, они создают музыку вместе. Сейчас есть интернет. Мы просто берем одну минусовку, аранжировку. Говорим, давай, что под нее напишем? Просто придумываем тему «Он дома, я дома». Насозваниваемся. Ты готов, я готов. Давай, скинь мне свой текст. И как-то вот так получается. Когда появляется время, встречаемся и уже допиваем до конца. Парни зарядили весь зал позитивной музыкой и прошли первый этап прослушивания. Но они хотят выиграть главный пресс-шоу «10 миллионов тенге» и отправиться на Ямайку снимать клип. Хорошая музыка, словно целебный бальзам, может избавить от печали и грусти. Это отлично знает мастер спорта по рафтингу Алмаз Бекбулат. Я рафтингом занимаюсь. Каждый год у нас на соревнованиях есть в проходе дискотека, открытие-закрытие соревнований. И там иногда я выступаю, иногда ставлю музыку как диджей. И вот оттуда вот это вот чувство укрепилось, что мне нравится доставлять громкую, качественную музыку слушателям. Несмотря на спортивную деятельность, Алмаз обожает петь. И когда он узнал о шоу «Central Asia's Got Talent», решил, что обязан исполнить любимую песню на сцене нашего шоу. Вообще эту песню часто меня просят спеть друзья, поэтому... А до этого я ее сам очень много раз пел, там, какие-то движения сам придумывал, ставил, из клипа смотрел. И это уже как-то на автопилоте. Поэтому мне надо просто расслабиться и получить удовольствие. Чемпион мира сделал все возможное, чтобы развеселить всех. Но, к сожалению, судьи оказались неприступны и не пропустили Алмаза в следующий тур. Мог бы просто так зарядить, чтобы весь зал встал и с тобой начал. Вот этого мне не хватило. Я думаю, сейчас дорвется, сейчас. Тебя, наоборот, ограничивал, чтобы через чуры не шокировать. Вот надо было шокировать. Это же шоу талантов, понимаешь? Девушка, которая всю жизнь мечтала стать певицей и выступать на большой сцене, пришла на кастинг-шоу «Central AGS Got Talent», чтобы наконец-то исполнить свою мечту. Меня зовут Ханифаи Эмуми. Я пою. Как себя помню, люблю петь. Пою с детства. Мне 27 лет, я мать двоих детей. Отец девушки не разрешил поступить ей в музыкальное училище и настоял на том, чтобы Ханифаи пошла по его стопам и стала педагогом. Руководство университета попросило выступить на одном мероприятии, очень важном. Я в положении выступила. И в тот день моя старшая сестра привела отца на концерт. Привела отца, он послушал. Послушал, вышел и сказал, дочка, ты молодец, делай все дальше. Я теперь понимаю, что ты можешь, ты сможешь. К сожалению, вскоре отец ушел из жизни. Теперь Ханифаи поет и принимает участие во всех музыкальных конкурсах Таджикистана. И сейчас она готова выступить перед нашими судьями. Люби меня долго, долго, чтобы больше не было больно, больно, одиноко. Судьи не пропустили девушку в следующий тур. И как бы она ни старалась скрыть свои чувства, услышать отказ было тяжело. И маме, знаете, почему нет? Я перенервничала. Нет, не то, чтобы перенервничали. Нужен огонь в голосе. Нужен огонь. Нужно, чтобы вот мурашки побежали. Ну, не надо. Я буду петь. Я умру, но я буду петь. Мы вам удачи желаем. Спасибо большое. Спасибо за участие. Будут еще конкурсы. Если, как говорится, не получилось где-то, можно попробовать где-то еще. Не получилось через эту дверь войти. Можно через другую. Если во время рок-концерта случайно отключится электричество, то настанет звездный час барабанщика. Соло на барабанах не даст скучать зрителям. К счастью, на нашем шоу таких инцидентов не происходило. А вот барабанщика мы все же увидели. Камрон Тургунов. Так как я был музыкантом и играл на барабанах, сын тоже увлекся и начал заниматься с шести лет. Сейчас оканчивает медицинский лицей. И в будущем хочет продолжить мое дело. Моей целью было преобразовать узбекские песни и музыку и прославить их на весь мир. Конечно, я скажу, да, но в следующий раз, пожалуйста, подготовь под какую-нибудь хорошую музыку, да, чтобы. И желательно, чтобы это была узбекская, народная музыка. Это лучше. И я вам говорю, да, и у вас четыре, да, и вы проходите в следующий тур. Спасибо. Когда я только вышел на сцену, не думал, что получу хорошие оценки от жюри. Но я верил в себя. Вера в себя и в свое дело привело следующего участника на шоу «Central Asia's Got Talent». Но он не певец и не музыкант. Уже на протяжении десяти лет он занимается битбоксом. Вместе давай. Раз, два, три. И все начиналось с того, что он повторял за другом. Получилось так, что мой друг начал делать битбокс и раздражал всех вокруг. И получается, в один момент я осознал, что в ванной я начинаю повторять за ним. То есть самые простые звуки я пытаюсь имитировать. И как-то медленно, но верно я подсел на эту тему. И вот, как бы, десять лет уже практикуюсь, занимаюсь этим. На проекте «Центральная Азия ищет таланты» Шахриер хочет побить мировой рекорд. Во втором выступлении, если я пройду, я бы очень хотел побить рекорд мировой. И показать больше ста звуков за пять секунд. То есть это, по-моему, да, это получается 111 звуков за 5,30. За 5 секунд 30 миллисекунд. Я этого очень долго ждал сегодня и, ну, вышел. Оправдал свои ожидания. Как минимум, очень было приятно, что люди поддерживали. Жюри очень приятно высказались. Очень приятно все, очень приятно. А как вот на вашем языке «да». Это мой ответ. Музыка и танцы, вокал и битбокс. Эти жанры легко вписываются в формат шоу «Централ Азия Сгот Талант». В шоу, где талантливые люди пишут новую историю в искусстве и творчестве. А мы с нетерпением ждем следующего выпуска, чтобы увидеть яркие зрелищные номера. Академия. 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 Редактор субтитров А.Семкин